Вся физиология твоя зависит от занятий полностью. Через 10 лет занятий ты не можешь от этого отказаться. Нет, я имею в виду, ну хорошо, ты не можешь, но все-таки есть люди, которые что-то занимались, а потом... Это не влияет. Это те, у кого нет никаких сдвигов... Обратного перехода не может? Нет. Нет. То есть никто не согласится в здравом уме и трезвой памяти перестать получать эти ощущения, как бы, никто не согласится. Если ты почувствовал, что с тобой происходит, насколько тебе хорошо. Если ты занимаешься настоящим искусством, ты захочешь только дальше идти. Только дальше. Если ты практикуешь какие-то кусочки или какие-то, как бы, слишком, ну, там, делаешь упор, там, на физику или на, там, соревнования, конечно, не так. Я говорю про то, вот, как традиционное искусство, что в нем можно и нужно прожить всю жизнь. Оно так устроено, чтобы мастер в нем прожил огромную жизнь. Получается, оно будет, как я понимаю, оно будет само себя перестраивать. Перестраивать. Конечно, конечно. Как ты видишь, чудесным образом будут происходить какие-то изменения, которые ты даже не понимаешь, как они происходят, да? Ну, и я вижу, что в учителях в какой-то момент происходит, как бы, какой-то скачок, то есть они, как бы, оказываются чуть-чуть, как бы, за пределами понимания. То есть происходит определенное преображение, вот, как бы, тела, преображение, как бы, души, преображение, как бы, интеллекта очень сильно. Конечно, таких специалистов немного, да, таких, вот, как бы, кто всю жизнь спокойно занимается и так далее. Но учитель, вот, Фэнлауша, начал заниматься, как бы, там, в 6 лет или там, вот он до 86 прожил. И вот он 80 лет каждый день по многу практикал. А значит, все-таки, ну, его практика не останавливалась? Нет. Нет. Ну, то есть за счет цигуна, за счет медитации, за счет дыхательных упражнений мы все время продолжаем что-то делать. Даже если мы внешне ничего не делаем, мы шевелим там живот, делаем дыхание, какие-то очень тихие вещи делаем, которые почти незаметны снаружи. Но они все равно, как бы, возвращают нас в это состояние. Возвращают нас, да, в центрированность, возвращают нас в медитацию, возвращают нас, то есть, чтобы мы все время такие были для себя приятные. Значит, все-таки, та функция, которая возложена на такое искусство, так называемое, боевые искусства, которые, да, все-таки, то, что на них возложено, что они оказывают влияние на сознание, оказывают в большей степени положительное влияние. При определенном подходе, то есть, я вот в 2005 году, когда к учителю попал, я очень сильно был разочарован уже. То есть, я не видел перед собой авторитета и примера, которые бы мне вот был достаточен. Вот когда я увидел шефа, да, то есть, он мне объяснил, что важно все постепенно, строить фундамент, строить, как бы, все постепенно делать. Если не спешить, если, как бы, заниматься умеренно, спокойно, да, то есть, постепенно получая все результаты, вот тогда выстраивается как бы. Вот скажи, а вот опять немножко, так сказать, возвращаясь к тебе, ну уж извини, что такие вопросы, которые связаны, может, совсем близко к тебе, если ты не захочешь, не отвечай, но просто ты... В качестве исследования, да, твои взаимоотношения, допустим, на семейном уровне, они... Вот занятия, практика, найти, да, они влияют на твои взаимоотношения в общении с людьми, которые идут близки к тебе в семейном кругу? Влияют, конечно. Ну, они стали как-то... Ты их транспортируешь? Нет, чем дольше я занимаюсь, тем я больше, как бы, спокойнее отношусь к тому, что у всех свой путь. Что, то есть, как бы, люди, которые рядом, то есть, они всегда, они не могут не чувствовать того, чем я занимаюсь. То есть, они... То есть, они... То есть, они деловой, наверное, да, получаются? Ну, так же, ну, так же и во всем, да, то есть, как бы, мы не... Я не то, что несу отпечаток того, чем я занимаюсь, но я стараюсь, как бы, людям давать, вот, всем совершать свои, как бы, свой путь идти, да. То есть, тогда мы можем с ними общаться, как бы, на равных, на, ну, счастье, да, то есть, когда мы идем большой дорогой посидеть, поговорить на привале, да. То есть, у всех, как бы, вот, важно, чтобы все шли своим путем, чтобы у всех были свои какие-то решения. Это очень, например, заметно, да, что дети, да, то есть, вот, все спрашивают, а вы с детьми занимаетесь? Я говорю, нет, я жду. Если они спросят, как бы, я расскажу, они прекрасно знают, чем я занимаюсь, как бы, я жду. То есть, вот, учителя, дочки начали заниматься, ну, может, лет, там, 25-30, может быть, они такие, папа, типа, какие классные штуки ты делаешь, и он говорит, ну, давай, мы будем учиться. Давай. То есть, в человеке это зарождается само. Я вот поэтому, как бы, не очень понимаю, то есть, когда приходит человек и приводит своего ребенка, он говорит, он ребенок будет заниматься. Я говорю, ребенок, когда захочет, он придет сам. Вот вы занимаетесь, чтобы вы были для него примером. Вот вы оставайтесь в зале, а ребенок, когда сам принят решение, придет, если захочет. Потому что иначе это не решение ребенка, да, это некая, как бы, судьба. Тут надо быть аккуратным, да, то есть, раз я отобьем у него ощущения, как в Китае, вот, есть там, в Тайдзе, они изучают в школах, в институтах, да? Он его ненавидит. Потому что это формально сделают. Какой-то странный человек пытается ему объяснить, там, великую китайскую культуру. И все, и такое же отвращение, как к любому школьному предмету. Если не грамотно давать. То есть, чтобы грамотно, нужно человеку вот эта определенная свобода воли должна быть. Человек должен сам захотеть. Он должен услышать этот вот отклик в себе, да, на искусство. Он должен сам отозваться, сам прийти, сам спросить, что его можно заниматься. Тогда другая история. Тогда его он сам идет. Это благоприятнее. Лучше ждать, пока он сам пойдет, чем, как бы, за него его ногами делать шаги. Поэтому вот это адское терпение восточное, то есть, они никуда не спешат. Они рады, если за жизнь придет, там, 10 человек, которые реально разберутся в том дисциплине. Это счастье считается. Считается, это бесконечное счастье для учителей. То есть, он найдет за жизнь 10 человек, которые, как бы, до нужного уровня дотренируются. Это уже прекрасно, да? И плюс, там, 100 человек, как бы, получат от этого огромных полос. Да. И плюс, тысячи человек получат умеренную пользу. И там, трех. То есть, все же, все же, постепенно все очень индивидуально, да? То есть, можно получить пользу, но нужно быть терпеливым, нужно находить те формы, которые будут человеку интересны. Кто-то, ты же знаешь, кто-то любит бороться, а кто-то любит, как бы, медитацию. А так, чтобы в одном человеке это все соединилось, да? Вот, любовь, как бы, к медитации, любовь к борьбе, и любовь к культуре движения, и любовь, ну, то есть, это надо ждать. Все можно соединить, но нужно большое время. Вот, вопрос все-таки стоит в том, что соединить, и в то же время, когда ты соединил, не разбросать это все. То есть, так, и мы приходим к выводу. Чтобы соединенное не разбросать, нужно поддерживать это соединенное. Так получается? То есть, мы поддерживаем, практикуем постоянно. То есть, мы практикуем, да. Ну, то есть, мы точно знаем, да, что мастер не должен прекращать заниматься сам, и пока жив учителем должен с учителем заниматься. Давай, да. Потому что у него где-то должно быть это вдохновение происходить, да, откуда-то он должен черпать, да, вдохновение. И, как я очень люблю, это колесо такое, да, что, то есть, посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. То есть, когда мы говорим о больших каких-то изменениях в человеке, это много-много маленьких изменений, которые повторяются, повторяются и повторяются. То есть, это регулярные занятия, это терпение, так сказать, уважение, потом общение с людьми, потом исследования и уже потом что-то большее. То есть, это все нужно поддерживать, да, для того, чтобы даже все это увидеть нужно время, а уж практиковать точно. Ну и, конечно, нужны же компаньоны, то есть, с кем интересно. Ну, конечно. С кем интересно. То есть, с кем интересно вообще. Можно выпить одному, а можно выпить компаньон. Да. Поэтому учителем всегда говорил, что все занимающиеся – одна семья. Очень важно, что мы в какие-то моменты видим, что возникает, да, там, возникает диалог, да, то есть, вот мне интересно стало, что на высоком уровне мастерства мы находим в себе силы, там, учиться чему-то новому, да, там, осваивать еще какие-то вещи, да, то есть, быть, играть, продолжать превращаться, да, то есть, как бы, сохранять. Сохранять какую-то живость ума, да, там, всего, вот, вот. Вот, наверное, это свидетельство того, что мы не зря занимаемся, что у нас не угасает интерес к самому себе, к искусству, да, к людям вокруг, к исследованию, да, к познанию. Ну, наверное, это и есть ответ, да, что в отдельных случаях мы видим, что люди сохраняют вот это вот всю жизнь. И вот как раз их, и надо, как бы, на них ориентироваться, ну, как, ну, такие хорошие примеры, что люди всю жизнь счастливы в этом. То есть, какие-то. Ну, вот, на этой позитивной ноте счастья, да, мы заканчиваем нашу беседу, значит, мы беседовали с Владимиром Сидоровым. Спасибо, друзья, да, очень рад. И Роман Карасев задавал свои прекрасные вопросы. Да, это даже не вопрос, это был вопрос, душевная беседа, исследование, все-таки, а стоит ли? Возможно, стоит. Каждый, делайте выводы сами, вот. Ну, ладно. Те, кто протекуете, терпитесь. Кто еще не пробовал, попробуйте. На новых встреч. Спасибо.